Привет всем! Вы на канале Нитка Киезет. Меня зовут Джанара и это видео мастер-класс по вязанию сумочки кроссбоди с узором елочки. По размеру сумочка получается шириной 25 сантиметров, высотой 18 и толщиной 7 сантиметров. Материалы для сумочки трикотажная пряжа, у меня это пряжа Алтен. Вы можете использовать также шнур, примерно 150 сантиметров. Ключок номер 6. Из фурнитуры нам понадобится пришивная магнитная кнопка диаметром 18 миллиметров, 2 штуки, 2 полуколечка, размер 20 миллиметров и готовая цепочка с карабинами 120 сантиметров. Для начала берем трикотажную пряжу с внешней стороны мотка, аккуратно разматываем моток на себя и пряжу слегка растягиваем. Оставляем короткий кончик нити, делаем узелок и затем набираем цепочку 51 воздушная петля. Набирайте петли достаточно туго, потому что если у вас будут слабо набраны петли, то потом у вас не будет совпадать ширина полотна в начале и в конце. В начале будет слишком широко, а в конце слишком узко. Итак, продолжаем. Набираем 51 воздушную петельку. Продолжение следует... Вяжем узор, пропускаем первую петельку, вводим крючок во вторую петлю. Обратите внимание, как должна располагаться нитка. Если вы вяжете из трикотажной пряжи, то скрутка нити должна смотреть наверх. И когда вы вяжете первую петельку, то у вас скрутка нити оказывается внутри петли. Теперь вводим крючок в эту же петлю и затем вводим крючок в нижнюю петлю и провязываем еще один столбик без накида. И продолжаем так вязать наш узор. Так вяжутся лицевые петли. Продолжаем так вязать до конца ряда. Вяжем всего 50 петель. Здесь нужно обратить внимание на то, что у нас верхние петли, вот эта последняя петля, которую мы протягиваем через 3 петельки, она не должна быть слишком тугая. Она должна быть достаточно свободная для того, чтобы полотно не стягивалось. Продолжаем вязать до конца ряда. Продолжаем вязать до конца ряда. Хотела вам показать, как вязать последнюю петлю. Вводим крючок в последнюю петельку. Это следующая петля после узелка. И здесь вот эта петелька должна быть короткая. Ее не нужно делать слишком длинной. Затем мы вяжем одну воздушную петельку для подъема следующего ряда. Всего вот так, давайте посчитаем. Должно получиться ровно 50 петель. Теперь нам нужно поднять кончик нити для того, чтобы спрятать его в следующем ряду. Далее вяжем второй ряд. Поворачиваем вязание так, чтобы нитка находилась перед вязанием. Это изнаночный ряд. Вяжется он не как лицевой. Мы вводим крючок с обратной стороны вязания под первую петельку. И здесь обратите внимание, что крючок проходит внизу под дополнительной полупетлей. Вкрутка нити смотрит наверх. Захватываем нитку крючком справа налево. Первый ряд может показаться немножко сложным, но постепенно вы научитесь его вязать. И он будет получаться уже более легко. Захватываем ниточку вот таким образом и провязываем одну петельку через все. Теперь опять вводим крючок в предыдущую петлю и в нижнюю петлю. Затем захватываем нитку справа налево. Так, чтобы скрутка нити смотрела вовнутрь. И провязываем одну петельку через три петли на крючке. И так продолжаем вязать до конца ряда всего 50 петель. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжаем вяжем до конца ряда. Должно получиться 50 петель, так же, как в предыдущем ряду. Вот здесь вяжу последнюю 50 петельку. И закрываем ряд. В конце каждого ряда не забываем делать одну воздушную петлю для подъема следующего ряда. Третий ряд вяжем точно так же, как первый. Единственное отличие здесь, что вводим крючок глубоко вот под перекладинкой, как в предыдущем ряду. Провязываем вначале обычную петлю, столбик без накида. А следующие петли уже вяжем, захватывая предыдущую петельку. И так продолжаем вязать до конца ряда 50 петель. Продолжение следует... продолжаем вязать до конца ряда третий ряд. И следующие ряды чередуем. Один изнаночный, один лицевой ряд. И всего нам нужно связать 18 рядов. Итак, мы закончили. Связали 18 рядов, то есть 9 лицевых и 9 изнаночных рядов. Давайте измерим эту деталь. Получается длина примерно 56 см и ширина 22 см. Давайте вместе посчитаем. Должно получиться 18 рядов. В каждом ряду по 50 петель. Далее мы делаем обвязку. Воздушная петля. И затем провязываем обычными столбиками без накида 50 петель до угла. Продолжение следует... Далее вяжем 2 воздушные петли. Теперь здесь по короткой стороне провязываем напротив каждого ряда по одному столбику без накида всего 18 петель. Продолжение следует... 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 Далее вяжем 2 воздушные петельки и переходим на другую сторону, здесь тоже провязываем 50 столбиков без накида до следующего уголка. Далее продолжаем самостоятельно, делаем 2 воздушные петли, 18 петель и в конце 2 воздушные петли. Закончили, связали 50 петель, 2 воздушные, 18 петель и теперь вот здесь мы вяжем последние 2 воздушные петельки. И теперь нам нужно связать еще последний ряд, это будет ряд обвязки, мы провязываем соединительными столбиками первые 19 петель. Вот здесь я отметила маркерами 31 петлю с одной стороны и 31 петлю с другой стороны. Вяжем 31 петлю до 2 воздушных петель, их мы не считали. Итак, мы продолжаем, делаем обвязку до маркера. При этом обратите внимание, что у нас маркеры должны находиться симметрично напротив друг друга. Это то, о чем я говорила вам в самом начале, что нужно набирать петли туго, но затем все ряды вязать достаточно свободно. И давайте измерим, у нас получается основная деталь, длина 57, ширина 25 сантиметров. Продолжаем, итак, нам нужно здесь связать первые 19 соединительных петелек и затем ниточку мы не отрезаем, оставляем ее, будем с вами вязать отдельно боковинки. Продолжение следует... Для вязания боковинки оставляем короткий кончик, делаем узелок, набираем 6 воздушных петель. Вяжем первый ряд, первую петельку пропускаем, начиная со второй петли за заднюю полупетельку провязываем 5 столбиков без накида до конца ряда. Вяжем второй ряд, вводим крючок только за одну полупетельку, провязываем столбиками без накида 5 петель до конца ряда. Обратите внимание, последнюю петельку делаем достаточно короткой, затем делаем воздушную петлю и в третьем ряду. Мы вяжем уже узор, вводим крючок за 2 петли из предыдущих рядов, провязываем одну петельку, затем прикладываем полукольцом и провязываем через него еще 3 петли. И у нас еще остается одна петелька в конце ряда, вот она, мы ее тоже провязываем этим плотным узором, в конце нитку хорошо затягиваем, делаем воздушную петлю. Итого связали 5 петель, теперь продолжаем, вяжем следующие и все последующие ряды таким же узором, вводим крючок в 2 петли из предыдущих рядов. И последнюю петельку хорошенько затягиваем, продолжаем, вяжем до тех пор, пока у нас с внешней стороны не будет 13 рядов. Давайте вместе посчитаем, у нас должно получиться ровно 13 рядов, считаем только вот по вот этим черточкам, перекладинкам, а с этой стороны у нас получается 12 рядов, один ряд мы не довязываем. Измеряем эту деталь, получается длина 16 сантиметров, ширина 6 сантиметров. Точно так же нам нужно связать вторую боковинку. Теперь нам нужно привязать боковинки к сумке, и мы смотрим у нас с двух сторон по 13 рядов, и внизу 5. Здесь у нас 31 петля, мы делим ее на 13, затем 5, и еще 13. Обратите внимание, нам нужно вводить крючок в петли боковые, напротив каждого ряда, всего 13 петель по этой стороне. И на основной детали сумки вводим крючок за полупетельки, и вяжем соединительными столбиками, вначале 13 петель, и затем уже будем делать обвязку донышка и второй стороны. Продолжение следует... Закончили 13 петель, переходим на донышко, здесь у нас 5 петель, мы их тоже соединяем. И остается еще 13 петель, закончили. Теперь мы вводим крючок в одну воздушную петлю на основной детали, и в угловую петлю на боковинке сумки, провязываем столбик соединительный, затем переходим на переднюю стенку сумки, и здесь мы тоже провязываем соединительными столбиками, 18 петель. Мы закончили, провязали по передней стенке сумки. И теперь соединяем одну воздушную петлю на основной детали сумки с угловой петлей на боковой детали. А далее уже мы провязываем точно так же, как с противоположной стороны, 13 петель по одной стороне, затем 5 петель донышка и 13 петель по задней стенке сумки. Мы закончили. Провязали вторую боковинку сумки. И теперь нам осталось еще провязать до конца ряда соединительными столбиками по одной стороне и по передней стороне сумки. Продолжаем вязание. Вводим крючок в полупетли и вяжем соединительными столбиками. Мы закончили. Провязали до конца ряда. Там, где у нас были воздушные петли, мы просто сверху по ним провязали 2 соединительных столбика. Теперь кончик нити отрезаем и закрываем последнюю петлю. Теперь нам нужно пришить магнитные кнопки к сумочке. Мы будем пришивать 2 кнопки, расположите их на сумке симметрично напротив друг друга на одинаковой высоте и на одинаковом расстоянии от края сумки. Продолжение следует... Продолжение следует... Пришили магнитные кнопочки. И на этом наша сумка готова. Нам осталось только прицепить к ней цепочку. Также можно использовать, например, кожаный ремешок или вязанный ремешок. У меня на канале есть несколько видео по вязанию ремешков из трикотажной пряжи и шнура, которые подойдут для этой сумки тоже. Давайте измерим нашу сумочку. Получается длина 25 см, высота 18 см и толщина 7 см. Получается до того Shoulda эта сумка. Конечно, в общем EU эстетична со снега. На этом видео мастер-класс заканчивается, я желаю вам приятного вязания, отмечайте меня на ваших работах в инстаграме, мой аккаунт nidka.kz До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok